Наша задача показать людям, те которые сидят дома, что происходит на площадке, как происходит хоккей и так далее. Те люди, которые не приехали, могут включить телевизор и увидеть нашу работу. А мы, собственно говоря, и есть самые маленькие человечки, которые сидят внутри телевизора и всем его показываем. Пауза! Разобрали! Два! Четыре выжили! Четыре, дай у тебя! Четыре! Я тот самый человек, который пытается зрителям объяснить, что у нас здесь происходит, как здесь у нас все хорошо. На сегодняшней трансляции задействовано девять камер. Крупная оптика, мелкая оптика, в зависимости от тех задач, которые ставятся операторам. Поэтому я надеюсь, что наши уважаемые зрители все увидят, все услышат. У нас большой коллектив. У нас есть звукорежиссер, который выставляет микрофоны, чтобы все слышали. У нас есть видеоинженеры, которые следят за диафрагмами камеры, чтобы камеры работали. У нас есть группа операторов, которые выполняют мои поставленные задачи. Ассистент мой режиссера, который выдает опасные моменты, повторы и так далее. То есть большой целый коллектив. Как вам удается справляться со всем этим добром? Давно уже работаете? На телевидении я работаю с 91-го года, а режиссером работаю с 95-го года. Поэтому я уже такое, можно сказать, ископаемое телевизионное. Но люблю и уважаю это дело. Ребят, перестаем крупнить. Первое. Что? Что происходит? Пошел наезд. Первое. Какие-то у вас курьезные, может, случаи были, такие запоминающиеся? Ой, ну если, брат, касается спорта, курьезный случай. Ну что, иногда бывает свет выключался, техника могла там подводить, еще что-то. Операторы перепутали время, и начало трансляции должно было быть в 6 часов. Да, а они все приехали к 8. Соответственно, часть инженеров, часть людей вообще это просто поставили за камеры. И надо было показывать, потому что матч за реберстом в телевизионную программу, он не может быть, не быть. А так, уборщицы приходили в студии, то есть сидит ведущая, снимаем, снимаем, в этот момент сзади подходит уборщица и говорит, что, типа, милый, что ж ты тут ведущему, что ты делаешь-то, ведь ничего же не работает. То есть она не знала, что мы в прямом эфире. Ну, куча всяких моментов. Есть определенные правила там, да, что вот, когда работает, ну, просто идет игра, соответственно, работает одна камера, ведущая камера, а остальные работают по деталям. Ну, допустим, кто-то забивает гол, значит, соответственно, камера большой крупности показывает крупную от этого игрока. А то у нас, кто у нас еще герой эпизода, да, вратарь, который пропустил, или там нарушившийся. То есть есть определенный набор действий, которые ты выполняешь. И для этого уже операторы знают то, что должны делать. И в это... Поэтому не обязательно смотреть на все. На все камеры, по-моему, невозможно смотреть. Смотри, Баролин чуть не упал сейчас. Посмотри, понимаете, посмотри с торца. Бывали разные моменты, особенно по началу, в начале карьеры, когда, там, естественно, ты переживаешь, там, это, это... То есть тебе висит большая ответственность, то есть не зря же говорят, нас смотрят миллионы. Средняя аудитория того же КХЛ составляет 60 миллионов человек. Вот ответственность, ты понимаешь, что вот сейчас твои работы, ну, приблизительно вот как раз по ту сторону экрана сидит где-то в среднем 60 миллионов человек, которые, ну, как они... Они увидят все твои ошибки, они покажут у тебя пальцем, если ты не покажешь им гол, там, и так далее, и так далее. Поэтому, да, большая ответственность. Нет, паники нет, но есть уже привычка работать, поэтому... Голд-голд! 18 годов! Что-то телезрителям пожелаете? Смотрите и любите спорт. Анатолей, там он promises you dispos andudes. Любятный проблем. Ребятый вопрос. Ну, может быть,夠 quick.